Управление соцподдержки населения пандуса для инвалидов здесь на главной лестнице нет. Он спрятан от глаз с торца здания. Но подъезжая сюда, мы его не видим. И знака, который бы указывал на то, что он существует, пандус, и где он есть, его как бы тоже нет. Ну вот для такой организации немножко странновато. Помимо прочего, пандус завален снегом. Попасть внутрь невозможно даже здоровому человеку. Дверь закрыта на замок. Но изнутри ее открыть тоже нельзя. Мешает обледенелый снег. Иначе как издевательством над инвалидами это не назовешь. Помещение не наше. Мы как бы арендуем эти помещения. И пандус строили тоже не мы. То есть вы ни в чем не виноваты? А убирают кто пандус? Ваш дворник? У нас нет дворника. Детская библиотека. Прямо перед дверями водители устроили настоящую парковку. Хотя понятно, что на месте, где ходят дети, ее не должно быть. Автоинспекторы, похоже, здесь тоже редкие гости. Тут как бы больше вопрос, насколько здесь вообще возможна парковка, вот в этом месте, где стоят лавочки. И как бы подразумевается, что люди должны сидеть и отдыхать. Чем руководствовались власти, когда устанавливали знак парковки перед зданием местного суда, тоже непонятно. Парковаться здесь нельзя по закону. Закону логики. Если, допустим, брать вот эту стрелочку, этот знак будет нормальный. Ну куда, вот в ту сторону, в три метра, ставить машину инвалиду на пешеходную дорожку? Не понимаем. Сделать госучреждения доступными для инвалидов обязаны районные власти. Получить комментарии от чиновников не получилось. В здании администрации не оказалось ни единой души. Я не знаю, у него нет на месте. На сотую сейчас секретарь-позвоник может идти. Пожалуй, единственное здание, которое прошло проверку народных экспертов – пенсионный фонд. Парковка для инвалидов в нужном месте. Пандусы тоже обустроены по правилам. Единственное, что портит картину – бесцеремонные водители, которые без всякого стеснения ставят машины на месте для инвалидов. Но тут народный фронт бессилен. Отметим, помощники президента в Хакасии за месяц уже проверили госучреждения в Абакане, Беи, Баграде. Результаты все равно есть. Медленно, со скрипом, но двигается. В Баградском районе, допустим, в той же больнице, пандусы переделали после нашего прихода. Бороться за доступную среду для инвалидов активисты ОНФ продолжат и в новом году. Проверят все районы. Первый на очереди Черногорск. Отчеты о проделанной работе направят президенту. Виктор Бур, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. Ну, пишу, что есть. Что-то, что надо писать.